Всем привет! С вами я, Алиса, с канала Белевикс. Или же XX, с вами Белевикс. Сегодня мы будем распаковывать вот эту вот коробку из Америки. И я знаю, что вы очень любите посылки, как и я, потому что сюрпризы все обожают. Сегодня мы с вами будем удивляться вместе. Здесь достаточно крутых кукол, которых, возможно, вы не ожидаете увидеть. Пыталась найти нормальный резак, но не получилось. Ладно. Небольшой спойлер, пока я раскрываю коробку. Я знаю, что здесь есть еще и куколка для коллекции моей мамы. Так что я ее обрадую сегодня. Итак, здесь очень много баблов. Убираем. И я уже вижу куколок. Давайте начнем с той, что находится внизу коробки. Братс из коллекции Рок Ангела. Очень крутая коллекция. Одна из ключевых Братс. И, собственно, это перевыпуск. На самом деле, безумно крутая детализация у них. Братс сейчас стали иконой стиля. Там еще есть и кабриолет. Я не думаю, что мы будем его заказывать. Хотя, кто знает. Перевыпустили их в 2021 году. MJ возвращает на рынок одну, пожалуй, из самых успешных коллекций кукол Братс. Это куклы Братс Рок Ангелс. Настоящие рок-ангелы. Они вернутся отпраздновать 20-летие Братс. И таким образом все желающие могут собрать копии самых продаваемых кукол. Репродукции, вернее, популярных кукол Братс. За которыми охотились коллекционеры. Так что не пропускайте такую возможность. Куклы поставляются в нарядах сценических звезд. Также есть дополнительный аутфит. Очень красивая коробка. Все в красных тонах. Думаю, ей достанется достойное место на стеллаже. Ну, а мы раскрываем куколок дальше. У меня руки уже чешутся. Итак, каждая коробка, помимо того, что упакована в баблы. Всегда очень бережно отношусь к упаковкам. Ой-ой-ой-ой! Вы первые видите их, вы первые. Это Фрэнкиштейн, перевыпуск базовой коллекции 2022 года. Вот мы дождались. Хочу сделать сравнительный такой обзорчик с другими куколками Фрэнкиштейн, потому что сколько раз перевыпускалась Фрэнкиштейн базовая, вообще жесть. И также сравним, я думаю, с Комиконом. Возможно, даже сегодня и сниму. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик. Меня радует, что у нее практически идеальная печать глаз. Это просто спасибо. Спасибо, потому что я видела фотографии, и мне было страшно. А сейчас мне уже не страшно, а более-менее спокойно. Я к этой Фрэнке прям прилипла. Ну, еще бы. Столько лет мы жили без Монстр Хай. И давайте дальше раскрывать. У меня есть, смотрите, вот такая двойная. Ой, простите. И есть такая вот одиночная. Кстати, в своем аккаунте в Инстаграме я решила провести небольшой такой опрос в Инстасторис. На какую куколку вы вообще ожидаете обзор в скором времени? И больше всего людей проголосовало за ту куколку-монстряшку, которую я сейчас буду доставать. Сейчас я вам все покажу. Я аж завыла. Клодин Вульф тоже перевыпуск базовой коллекции. Печать глаз, в принципе, ничего, нормально. Жить можно. Я когда ее доставала, у меня ощущение такое сложилось, как будто бы я реально в 2013 год перепрыгнула. Прекрасно помню, как я ходила по магазинам, тыкала на этих монстряшек и такая, ну купите, пожалуйста, ну купите. И нет, нет, мне поначалу не разрешали, потом, когда я показала мультики, процесс вот пошел. В итоге я сижу вот здесь. Двойная вот такая вот упаковка. Но давайте все-таки на потом оставим самое такое сладенькое, на мой взгляд, самое редкое. Пути-пути, какая милая ласка, смотрите. На самом деле этих кукол безумно было сложно достать. Я уже отчаялась, честно говоря, и подумала, а может все-таки не надо, ну не судьба как бы, ну не получается вообще никак. Они являются якобы эксклюзивами Волмарта. Понятное дело, что я в сам магазин не пойду, у меня нет такой возможности. А через интернет-магазин заказывать, это практически или вообще нереально. Потому что их там раскупали за несколько минут. Хотя через Mattel Creations было заказывать намного проще. А сейчас Волмарт вообще висит, Monster High там не открываются тупо, как вот наименование. Что я заметила, это более упрощенная коробка. СМР. Ой, все, я зависла. Полное сравнение подготовлю именно в обзоре, и там уже все расскажу. Я думаю, вы уже все догадались, кто это. Конечно, все разочаровались, фанаты, когда они выпустили Клео, Даниил и Гуля Ел в перевыпусках. Очень странно, что и Лагуну выпустили, потому что она такая же дорогая, как и Клео и Гуля. И тем не менее, и тем не менее, здравствуйте. Кстати, могу отметить, что у Лагуны самая идеальная печать глаз из всех четырех кукол, которые только что пришли. Парадокс. У первых Лагун очень часто были траблы с этим. Было тяжело найти нормальную какую-то. Хотя цена на нее, вы сами понимаете, просто бешеная. У Лагуны больше всего заметно отличие волос с ее первой версии. По структуре именно. А по качеству уже надо будет открывать и рассматривать. Вообще, конечно, 2022 год — это год возвращения бренда Monster High. И это не стопроцентные идентичные старые версии кукол. У новых более обновленный макияж, другие современные шарниры и некоторые детали нарядов также незначительно отличаются. Изменилась форма коробок и количество информации о персонаже на ней. Одни придерживаются того, что перевыпуски созданы больше для старых коллекционеров, фанатов. А другие же считают, что они направлены на новую молодую аудиторию. Две версии — они, в принципе, имеют место быть. И вам решать, какой придерживаться. А еще говорят, что этих кукол завезут в российские магазины. С учетом сложившейся политической ситуации в стране, я думаю, что вопрос с поставками немножко не имеет смысла сейчас для своего существования. Однако Мателл заранее завозит кукол на склады, и, быть может, монстряшки реально там и находятся. Потому что на коробках надписи все на разных языках. С учетом того, что это американская версия, как это было принято ранее, все было исключительно на английском. Я буду очень рада, если вы напишите в комментарии, на какую куколку мне сделать обзор в первую же очередь. А также поделитесь впечатлением, удался ли перезапуск Monster High или нет. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк под этим видео. Общаюсь с вами, кстати, в социальных сетях, ссылки тоже все в описании, ну и в комментариях. С вами была я, Алиса. Be cool and crazy. Всем пока-пока!